Вера Язева Здесь находятся такие небольшие произведения, которые включают в себя всего несколько строк, но на самом деле в этих нескольких строчках спрятана какая-то мудрость, которая донесена до наших дней и воплощена вот в таком издании. Конечно, вид у нее не такой симпатичный, не как у меня, но, так скажем, это книжка, которую я очень часто открываю, смотрю. И причем, чем я ее люблю, и у меня есть такие книги, не одна такая книга, когда ее можно открыть совершенно на любой странице и начать читать. И тема, наверное, и бесценна, и дорога. Причем сейчас я уже с ней могу спорить, потому что я тоже приобрела какой-то жизненный опыт, может быть, какую-то даже жизненную мудрость. И даже могу с чем-то поспорить, с чем-то согласиться. А какие-то, например, мысли, которые выложены авторами, они до меня еще, может быть, даже еще не доросла я до них. То есть надо еще подумать, созреть и, так скажем, наверное, более глубоко еще почитать. И чем еще эта книга хороша? Когда ты читаешь какие-то очень умные мысли, мудрые мысли, которые люди высказывали очень давно, и, может быть, которые высказывали относительно, значит, если смотреть по времени не так давно, в XIX веке, в начале XX века. И ты понимаешь, что ты, например, вот прочитал из речения Синеки, да, и ты понимаешь, что ты хочешь уже взять его труды и более подробно с ними ознакомиться. Потому что ту мысль, которую он изложил в этих нескольких строчках, ты понимаешь, что тебе хочется еще больше узнать, о чем думал человек, что писал, что было для него ценным. И, например, очень хочется перечитать Шекспира по новой, с новой точки зрения, уже со своей такой возрастной категории. Хочется перечитать Лопе де Вега, его произведения, тоже посмотреть с какой-то уже иной точки зрения, нежели чем, когда я их читала, например, лет 20 назад. Что интересно в этой книге, еще очень интересное, то, что ты понимаешь, что люди, которые жили столько много-много лет назад, которых мы не сможем никогда, например, увидеть, это не наши современники. И ты понимаешь, что общество людей, которое жило до нас раньше, его интересовали те же самые проблемы, которые интересуют и нас, людей, и в XX веке, и в XXI веке. То есть вот этим, конечно, ценно. В данной книге использованы источники взятые, оригинальные, и, естественно, были совершены переводы, и также использовались переводы, очень, естественно, хорошие переводы русских известных людей, того же самого Пастернака. И, ну, то есть верим мы тому, что здесь написано. Причем это не то, что там книжка к руководству к действию, а именно вот какие-то высказывания и мудрости, которые здесь заключены. Я так думаю, что мы, наверное, прочитаем несколько выдержек, которые я сделала в закладочке. «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить». Это сказал Хеленглэй. «Наивысшего человек достигает тогда, когда подает достойный пример» – Стефан Цвейк. «Золотой век был тогда, когда золото не влавствовало. Видно, уж век золотой настал, ибо в Риме за злато можно купить что угодно – славу и даже любовь». Овидий. Предлагаю почитать людям, которые интересуются афоризмами, почитать эту книгу и доставить удовольствие своему уму и сердцу, потому что книга – кладезь мировой культуры и мировых мыслей, которые она в себе содержит. Продолжение следует...